Итак, дорогие дети, у каждого из вас на руке есть метка, которая определяет, кем вы можете стать в будущем, королем или королевой школы, принцессой или нищенкой, и сегодня каждая из вас должна подтвердить свою метку, и только потом вы сможете начать состязание. А как вообще Ная собирается подтверждать свою метку, если у нее на руке бинт? Ах, да, конечно же, здесь вышла ошибка. Ная, вы ведь сможете снять свой бинт? Конечно, мне скрывать нечего. Я уверена, что на моей руке буква К, и я стану королевой школы. Так, сними бинт и покажи нам свою метку, Ная, нам всем очень интересно. Да, да, снимай, Ная, нам уже не терпится увидеть. Пожалуйста, Сандра, ты слишком давно хотела увидеть мою метку. Что? Нет, этого не может быть. Что, Ная, у вас не метка королевы? Нам очень жаль, но вы очень далеки от статуса королевы нашей школы. Мама, что мне теперь делать? Моя метка изменилась, ты ведь говорила, что это невозможно. О, господи, Ная, ну такого раньше никогда не было, это действительно невозможно. Дай, дай, я посмотрю на твою руку. Вот, сегодня в школе мы сняли повязку, а там совсем оказалась другая буква. А какая была вчера вечером или утром? Да, я не снимала повязку со вчерашнего вечера и утром пошла в той же самой. Вчера просто не было времени, я так устала. И сразу уснула. А потом здесь оказалась эта дурацкая буква. Хорошо, значит такая судьба, Ная. Тебе нужно пройти заново все испытания, чтобы заслужить метку королевы. Я постараюсь, мам, но не уверена, что у меня получится. Итак, дорогие ребятки-нищенки, у вас, как и у всех, есть маленький призрачный шанс стать королями или королевами школы. Если вы будете беспрепятственно проходить все испытания, то метка может измениться. Что? Она реально изменится? Прямо на нашей руке? Да, Бейтон, ты все верно понял. Ты слышала, Най? Мы можем утереть нос этой Сандрихе. Кэти, ты что, серьезно? Ты впервые слышишь про эти испытания? Их еще никто никогда не проходил, они сложнее, чем экзамен. Да и тем более из нищенок еще никогда никто не становился принцем или принцессой. Тебе ли этого не знать? У нас ничего не получится. Вот умеешь ты все подпортить, Бейтон. Тише, тише, ребята, вам дается первое задание, кто его провалит и вылетит из испытаний. И что нам нужно сделать? Нам что, надо оттравить все парты в классе? Они серьезно? Фу, а еще надо оттравить жвачки. Я дома-то редко убираюсь, но здесь... Да ладно тебе, Бейтон, я ни в коем случае не поверю, что ты боишься работы. Эээ, ну нет, вообще как бы не боюсь. Ладно, давайте мне тряпку, я все уберу. Да, королевой школы быть хорошо, но нам ведь нужно подумать еще об институте. Им ведь тоже нужна королева? Еще и ЕГЭ скоро. Ё-моё! Постой, Кэти, а ты что, вообще не готовилась? Я? Готовилась? Нет, конечно. Да ладно, ты не волнуйся, у тебя еще не все потеряно. Есть одна школа, которая тебе в этом поможет. Кстати, я уже стала там онлайн-королевой. Онлайн-школа? Можешь показать? Ну, конечно, Кэти, я уверена, что у тебя все получится. Классные конспекты, уроки, на которых тебе все объяснят, домашки и пробники, которые с тобой разберет свой личный метр и укажет тебе на ошибки. Кстати, если не получится здесь, то можем стать онлайн-королевами уже там. Так что зря ты переживаешь, я уверена, что в этой школе тебе помогут. А вообще ты молодец, что задумалась об этом заранее. Подожди, Най, а сколько это стоит? Просто используй промокод Найдзи и получи месяц подготовки в подарок. И еще дополнительные бонусы при дальнейшем обучении у ребят из Ломоносов School. Так что давай-ка, Эти, послушай мой совет, не тяни с этим. Нужно начать подготовку заранее, пока есть такая возможность. Господи, Энни, что, серьезно думаешь, что я буду этим заниматься? Мыть парты? Эй, эй, София, а ну-ка иди-ка сюда. Иди, иди скорее. Да, Сандра, что такое? На. Помой-ка за меня парты, пожалуйста. Ты же понимаешь, что королеве не пристало этим заниматься. Хорошо, Сандра, как прикажешь. Сейчас я все быстренько отмою, ты будешь мной гордиться. Ты умница. Так и треснула бы эту Сандриху по ее рыжей макушке. Почему мы здесь драем парты, дираем жвачки, а она это нифига не делает? Во-во. Это несправедливо. Она одна, походу, самая наглая. Да ладно тебе, Кэти, все это останется на ее совести. Ой, вы тут меня что ли обсуждаете? Я просто умнее и делаю работу чужими руками. Риведерши, курочки. А вообще, да, точно, точно. Мы-то свою работу хорошо выполним, а ее застукут, что она нифига не делает. И снимут ее с этого состязания, и она не сможет подтвердить свою метку королевы. Итак, дети, вам нужно было убрать кабинеты, которые мы вам предоставили. Да, можете проверить, он весь сияет от чистоты. Да, мы уверены за свою работу, мы очень хорошо старались. Хорошо, хорошо, сейчас я все проверю. Ммм, отличная работа, вам начисляются баллы. Ого, еще сорока, мы дойдем до уровня принцесс. И принцем, девчонки, вы не поверите, я стану принцем. Молодец, Пейтон. Так, 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 Сандра, а вот у вас, к сожалению, есть небольшие помарочки. Нам придется отнять у вас 10 баллов. Ха-ха, капец. Что? Да, Сандра, и если ваши баллы упадут до 50, вы перейдете на статус принцессы, запомните это. Найя, доченька, ты занята? Что делаешь? Пишу доклад о виде пластиковой коллогии, мам. А что такое? Я просто хотела сказать, что мне так жаль, что тебе приходится снова выполнять все эти задания и получать метку королевы. Мы с твоим отцом так надеялись, что хотя бы ты получишь этот статус. Мам, ну что даст мне этот статус? Как что, Найя, ты что? Для королев и королей сниженные пороги и для вступительных экзаменов, да и обучение бесплатное. Ты ведь все понимаешь, родная, у нас с твоим отцом не так много денег. А вот если бы ты была королевой... Мам, я все понимаю и знаю, что вы с папой не сможете заплатить за меня за обучение. Я постараюсь что-нибудь придумать. Умница, доченька. Эй, девчонки, а вы слышали, кто проходит испытания на короля школы? Все парни нашей школы, разве нет? Вообще-то Люцифер участвует, Найя. Что? Он участвует? Тогда мне никогда не стать королем. Представляю, как он был партой. Ты чего, Най, он выиграет по-любому, а еще в этом году участвует его девушка. У него что есть? Постоянная девушка? Да, она перевелась к нам в этом году из специальной школы для девочек. Кстати, она такая красивая. Да, я тоже видел ее. Она похожа на ангела. Такие красивые белые длинные волосы. Да-да-да, Пейтон прав. И я уверена, что они с Люцифером победят. Да понятно дело. Она бы хотя бы стать принцами или принцессами. Королями нам все равно не стать. Да ладно тебе, Пейтон, умеешь ты утешить. Найя так хотела стать королевой. Не переживай, Най. Итак, ребятки, вы стойко прошли еще три испытания. И сейчас на экране появятся ваши баллы. Ну что, посмотрим, кто кого, нищенки. А, Сандра, к сожалению, мы заметили, что все задания вы выполняли не сами, а использовали помощь других. Поэтому ваш штатус снижен до уровня принцессы. Мне очень жаль, Сандра. А ну замолчи, Найя. И вы все, вы все замолчите. Да ладно, Сандра, дай мы хоть тебя поздравим. И слышать ничего не хочу. Найя, посмотри, мы поднялись до уровня принцесс. А, Кэти, поздравляю. Интересно, когда у нас изменится эта метка? Метка изменится в течение недели. Поздравляю, ребята. Что? Не может быть, я стал принцем. Ребята, я безумно счастлива. Следующее задание вы узнаете чуть позже. А пока отдохните. Привет, Люцифер. Ты что-то хотел? Да. Прости, я не знала. Ты это сделал так быстро? Я тебя поняла. Хорошо. Я закончу свою часть и тебе отдам. Погоди, Найя, ты хочешь сказать, что ты вчера весь день просидела у Люцифера дома? Серьезно? Да тише, Кретти, мы просто занимались. Что? И чем вы там занимались? Господи, ну чем еще? Уроками, конечно. Я переводила древние тексты. А он наблюдал, чтобы я правильно это все делала. Он ведь не может мне помогать. Только указывает на ошибки. Ты знаешь правила. Слушай, мне интересно, а как вообще на это отреагирует его девушка? Я думаю, нормально. Она же адекватная и все понимает. Тем более, мы выполняли задание. Ничего такого не было. А ну стой, дрянь. Ты что задумала? Эй, ты. Да-да, я к тебе обращаюсь. Эм, я? Вы вообще кто? Кто я? Я девушка Люцифера, а ты к нему клеилась. И не надо вот сейчас строить такие невинные глазки. Я все знаю. Постойте, что? Это он такое сказал? Он мне сказал, что вы занимались уроками у него дома. А это априори значит, что ты к нему клеилась. А встань от него, это мой парень. Господи, а я еще думала, что ты адекватная. В каком смысле? В каком смысле адекватная? Что ты сказала? А ну стой, я с тобой еще не договорила. А я договорила. Мелкая дрянь. Ничего страшного, Люцифер. С одной стороны, я ее понимаю. Она просто ревнует. Да, мне осталось немного. Подожди секундочку. Сейчас выделаю здесь. И ты можешь проверить. Вот. Проверяй. Мне приятно твое доверие. Ладно, пойдем. Сейчас будет распределение финальных баллов. Не хочу опоздать. Хотя, если честно, я ни на что не надеюсь. Спасибо. Итак, ребята, сейчас по очереди будут появляться ваши финальные баллы. Итак, Люцифер, 100 баллов. Поздравляем. О, Люцифер набрал 100. Ну, в принципе, как я и думала. Он выиграл. Молодец. Что сказать? Ну, если честно, я в этом и не сомневалась. Рада за него. Посмотри на лицо Амалии. Она аж сейчас светится. Думает, что и сейчас и она станет королевой. Посмотри только тихо. Хорошо, дети. Сейчас по очереди будут загружаться и другие баллы. Сейчас нам нужно определить нашу королеву школы. Я сразу хочу сказать, чтобы вы понимали, что все ваши результаты основаны только на вашем труде. Идет подсчет баллов. Выбирается королева школы. Баллы начислены. Поздравляем, Ная. Вы становитесь принцессой. Ну, я ни на что и не рассчитывала, в принципе. Не переживай, Ная. Зато мы стали принцессами и очень много сделали. Да, Найка. Тем более для меня. Вы все равно королевы. Ну что, ладно, ребята. Пошлите, отметим это, выпьем по молочному коктейлю. Подождите, ребята, произошла ошибка. У Люцифера остались подарочные баллы и он дарит их. Что? Ребята, ну что? Во-первых, я бы хотела вам сказать огромное спасибо за просмотр. Огромное спасибо, если вы поставите мне лайк под этим видео. Напишите мне свой комментарий. В принципе, поделитесь своим мнением, как вам такой формат. Потому что формат в горизонте я выкладываю достаточно редко, и вы это знаете. Обычно у меня вертикальный формат. И мне очень интересно, как вам вообще нравится, не нравится. Потому что если бы вы в комментариях написали мне свое мнение, то, возможно, такой формат я выкладывала бы чаще. Да и тем более снимать его немного легче, чем вертикальный. Не знаю почему, но мне вот так. И еще хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку. Потому что вы все знаете, в каком я сейчас интересном положении. И я должна, я помню, что я должна для вас снять еще ролик вопрос-ответ. Просто поскольку сейчас у меня много других сценариев, которые я должна отснять, мне немного не хватает времени. Но я обещаю, я должна это сделать. Если у вас есть какие-то, может быть, интересующие вас вопросы, то обязательно пишите, мои комментарии для вас открыты. Я с радостью все прочитаю. И, возможно, некоторые вопросы я возьму и сделаю на них ответы. Только, пожалуйста, без таких вопросов потихоньку. Кто твой муж, как его зовут, там, и что-то такое. Потому что мой муж вообще не публичный человек. Он не хочет быть блогером. Он особо не хочет светиться у меня в блоге. И я у него даже спрашиваю, может быть, ты хочешь, чтобы я тебе показала. Но нет, он не хочет. И пока что, наверное, мы его смотреть с вами не будем. Потому что, когда он на это решится, все равно вы должны понимать, что у меня достаточно большая аудитория. И человеку, который с этим никак не связан, возможно, не очень комфортно, ну, показывает там свое лицо. И, в принципе, чтобы там о нем что-то знали. Не такой большой пласт аудитории. Поэтому, поэтому я думаю, что когда-нибудь, возможно, я сниму какое-то видео, покажу вам своего мужа. Но пока вот так. И, в принципе, комментарии для вас открыты. Пишите вопросики свои. Я сейчас пойду заниматься делами, в принципе, писать другие сценарии. И все в этом духе. Еще очень безумно просто душно в квартире. Я закрыла все окна, потому что это видео я снимала без озвучки. Обычно я озвучку накладываю поверх своего голоса. То есть я снимаю просто так и потом себя же еще переозвучу. А сейчас, поскольку ролик очень длинный, я не знаю, насколько по таймингу он выйдет. Возможно, там на 10 минут, на 12, на 11. И озвучили себя поверх. Это будет очень долго. Это займет у меня часа 4, скорее всего. Поэтому я решила сделать без озвучки. И поэтому у меня душно. Потому что все окна закрыто. Здесь они не работают, ничего не работает. Как-то так. Все, мы с Тердолькой вас обнимаем, целуем, вас безумно любим. И убегаем. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.